то есть если вы получаете какую-то малопомальски статистику неважно у кого-то на очень маленьком объеме там может на там на пенни или получаете какую-то статистику на демо это то что вам нужно то есть это называется по простому про афганцы вот это очень важно когда вы получаете про конца то есть у вас есть какая-то математика вы начинаете работать сейчас я вам покажу по сути дела вот эти цифры как по-простому с ними работать так поехали если виден мой экран то поставь поставьте плюсики так вот и так давайте давайте посмотрим представьте себе вот у вас сумма вашего депозита это 100 долларов начинать начинать например разгон депозита все равно придется с определенных каких-то минимальных правил то есть даже если вы пытаетесь разогнать депозит естественно какие-то определенные правила вам однозначно нужны поэтому например если вы начинаете например стандартная если вы не пытаетесь разогнать депозит стандартная риск на сделку где-то приблизительно 0 5 процентов естественно если вы будете выстраивать свою модель с риском 0 5 процентов вы никуда не уйдете поэтому естественно для того чтобы вам попытаться разогнать в самом начале депозит учитывая то что у вас есть математика которая показывает вам что например вы имеете там энное количество каких-то положительных сделок вот это очень важно то есть представьте себе что скорее всего вы будете работать с цифра 5 процентов одепозита и так представьте себе одну вещь вы например на форексе работаете 5 процентов риска депозита например берете там сотая плечо то есть что это значит пять процентов резко депозита у вас риск на сделку будет 5 долларов. Я говорю о самом начале. Почему? Смотрите внимательно. Если вы возьмете риск на сделку, например, 20 долларов, 5 сделок и у вас по-простому нет депозитов. То есть, когда вы только начинаете торговать, вы должны понимать, но даже здесь нужны правила. Например, вот смотрите внимательно. На 5 долларов заработали, подняли риск до 10. С 10 заработали, подняли риск до 15. С 15 там сделали, сделали 20 или там кто-то хочет 30, если вы очень хотите быстро. Все зависит от скорости вашего роста и скорости естественно вот этого зарплата. Но я дам один очень настоятельный совет, очень настоятельный совет. Это такой совет, что если вдруг вы получили какую-то убыточную неделю, а если вы здесь начнете получать убытки, то вас откинет приблизительно сюда. То есть, как только вы начинаете получать определенные убытки, вы сразу переходите на меньший риск. Иначе три убыточные сделки по 30 долларов и вашего депозита не будет, только если вы здесь не заработали деньги. Я прекрасно понимаю, я не всю жизнь был богатый, и я прекрасно понимаю очень многие составляющие рынка, когда человек только приходит на рынок, когда есть, будем говорить так, у вас, будем говорить, совсем маленькая сумма денег и вам нужно разогнаться. Но вы должны понять эту вещь, что если вот эта сумма, это все, что у вас есть, либо пан, либо провал, либо пан, либо пропал, не пройдет. Смотрите, смысл разгона депозита, он очень прост. Вот то, что я вам нарисовал, вот эту формулу, тут даже говорить не о чем, это, это не то, что, например, ну давайте говорить так, 20 часов или 20 минут или 30 минут об этом можно говорить. Все, что вы делаете, если вы хотите очень быстро увеличивать риск на сделку, смотрите внимательно, вот представьте себе, у вас есть 5 долларов, это риск. Смотрите, как быстро все делать. Второе, я не понимаю, какую-то, не забудьте про меня, связано с деньгами, я не знаю кто вы и никакого отношения однозначно к вам не имею. Смотрите внимательно, вот у вас есть 5 долларов. Представьте себе, что вы заработали 2.50, у вас есть 7.50, посмотрите, видите, все, у вас есть 7.50, вы рискуете 7.50. Дальше, следующая сделка, вы заработали еще 2.50, 10, то есть, что вы делаете, для того, чтобы разогнать депозит, каждый раз, каждый раз вы рискуете всеми заработанными деньгами, но риск, который вы взяли изначально, он остается прежним. То есть, видите, это вариант 1. Что это значит? Это увеличивать риски за счет заработка. Это вариант номер 1. Вы будете очень быстро расти, у вас риск будет увеличиваться, это вариант 1 номер 1. Вариант 2. Каждый раз, когда вы заработали, да, вот как здесь, когда вы зарабатываете, вариант 2. Вы не просто рискуете заработком, а вы еще к заработку добавляете отсюда, вот от этих 100 долларов, кусочек риска, отдельного риска, который вам будет давать, естественно, больше риск, но и шанс большего заработка. Но, как правильно сказал, забыл его фамилию, Мельковский, скорее всего. Смотрите внимательно. Вы должны понимать одну вещь. У вас есть статистика. Например, да, подушка, очень правильное слово подушка, да. Вот у вас есть, например, риск. Вы делаете 40% положительных сделок. Вот вы сделали 40% положительных сделок. Тут самое главное, когда вы разгоняете депозит, есть один отрицательный фактор, один отрицательный фактор, который вас очень сильно может убить. Вот у меня вопрос к вам. Какой отрицательный фактор при разгоне депозита самый страшный? Ольга, вы написали, разогнать можно, а удержать не пожадничать. Я ничего с жадностью не могу сделать. Жадность это и не в трое мне. Вот у меня элементарный. Каждый раз составляете риск, я тебе отдал. Но тогда вы не будете все сильно разогнять, будет очень медленно. Вопрос еще раз. Какой самый страшный момент в этой ситуации? Николай Антонов ответил вопрос, на который я сразу скажу. Смотрите. Если взять 100 долларов и ежедневно прибавлять через год, вы обретете финансовую независимость. Я говорю сразу. Невозможно каждый день зарабатывать. Невозможно. Нет. Вот я задал обыкновенный вопрос. Правильно. Дон Корлеон. Молодец. Череда убыточных сделок. Дон Корлеон. Молодец. Видите, что такое, когда человек думает? Что это значит? Если вы получите сразу убыточные сделки, например, тут 5, тут 10, тут 15, от вашего депозита ничего не останется. То есть, если вы видите, что череда абсолютно правильно, абсолютно правильно, череда убыточных сделок. Вы получаете, например, сразу очень много убыточных сделок подряд. А в любом, если вы посмотрите, например, в МТ, там есть количество убыточных сделок подряд. Если вы получили 7 убыточных сделок подряд, вашего депозита нет. Да, вы потом можете вот эту вот цифру отыграть. Ну то есть здесь такое количество статистики, с которой вам нужно будет сталкиваться. То есть вам не просто надо будет разогнать депозит, а математически смотреть, как вы будете себя вести. Например, вы получили три убыточные сделки подряд, все, надо останавливаться, иначе вы просто по-простому элементарно будете откатываться назад очень сильно. Поэтому очень и очень важный фактор при разгоне депозита это математика. Смотрите еще раз внимательно. Первое, что вы должны себе сделать, это даже если вы будете, еще раз посмотрите видео с Пашей Носковым есть, даже если вы будете пытаться разогнать депозит, все равно математика, риск менеджмент и мани менеджмент все равно должен быть прописан. Как только вы начинаете получать серию убытков, которая для вас критическая, вы должны оттуда уходить.